Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Глава Десногорска наградил отличившихся жителей Атомграда Юные десногорские спортсмены выступили на областном турнире по самбо. 26 января под председательством главы Десногорска прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот день нарастающим итогом в Десногорске зафиксировано 1861 случай ковида. Выздоровело чуть менее 80%. Положительная динамика по выздоровлениям отмечена в городской медсанчасти. В ковидном госпитале находится 50 человек. Ещё 50 коек остаются свободными. Посмотрим в течение этой недели, если ситуация останется более-менее стабильной, то с 1 февраля возобновим работу отделения профпатологии и сократим количество коек до 70. В Десногорске продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Её проводят четыре бригады медиков, две из которых выездные. На 26 января привито 614 человек. Стабильно неплохой остаётся эпид-ситуация в школах. На дистанционной форме обучения из-за ковида находятся 5 классов. Это более 100 человек. По причине других заболеваний отсутствует 8% учащихся. По работникам школ и дошкольных образовательных учреждений также процент заболевших на сегодняшний день не очень высокий. Поэтому пока держимся. Мероприятий массовых не проводим. Всё в онлайн-режиме. Введённые особые эпидемиологические меры в городе и области остаются актуальными. 26 января глава Десногорска Андрей Шубин наградил отличившихся жителей Атомграда. В этот раз одним из них стал Юрий Вакулов. Будучи членом народной дружины Десногорского казачьего общества «Хутор Десногорский», он стал призёром областного конкурса «Лучший народный дружинник». Всего в этом мероприятии приняли участие 25 человек из 8 районов области. Вручаю вам благодарственное письмо как члену народной дружины муниципального образования города Восногорск за участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший народный дружинник» и высокие достижения в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядке и защите граждан. Также отмечена деятельность ведущего специалиста инспектора по делам молодёжи Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Марии Рвачёвой и директора Десногорского историко-краведческого музея Натальи Демьяновой. Своими проектами они внесли значительный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, что было особенно важно в юбилейном 2020-м, который был также объявлен годом памяти и славы. 23 января в Смоленске в спортивном комплексе «Урожай» прошёл традиционный областной турнир по самбо среди юношей. Мероприятие посвящено памяти Василия Ефимовича Рублёвского, основателя борьбы самбо на Смоленщине. «Для нас это большой праздник, потому что не было бы этого человека. Наверное, борьба самбо развивалась по-другому или не было бы его вообще. Поэтому для нас проводить этот турнир – большая честь». В этом году в турнире, который проходил в седьмой раз, приняли участие более ста юных самбистов из Смоленска и области. В честь Десногорска защищали воспитанники спортивной школы Артём Копылов и Артём Дмитриев. Они успешно доминировали уже в первых поединках. Такой настрой был особенно важен, ведь из-за коронавируса тренировочный процесс спортсменов пришлось скорректировать. Под руководством своего наставника, тренера Виталия Платонова, финалом выступления ребят из Десногорска стала нелёгкая, но заслуженная победа. Артём Копылов и Артём Дмитриев завоевали первые места в своих весовых категориях. По завершении выпуска прогноз погоды. 28 января в Десногорске пасмурно ожидается снег. Днём минус два, ночью минус четыре. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!